Ну вот, мы сегодня едем смотреть домик. Называется поселок Река-Река. Не поселок, а Сунте. Красивенько, конечно, да. Красивенько. Фееричненько. На дорогу, вот как мы видим. И так все время. Вон он, слева, не том ли. Ну, еще посмотрим. Каждый день так ехать, я не знаю. Я не готова так каждый день ездить туда, вперед. Управляющая компания, которая продавала землю здесь. А тут есть в коттеджном поселке взнос какие-то, да, наверняка? Да, есть за оплату. Они зимой чистят дороги, канализацию. Стоит приблизительно. Где-то за участок получает 4 тысячи. В год, да? Да, в месяц. В месяц? Да, тут нет другой дороги. А тут уже паровки нет. Нет другой дороги туда пройти. Я уже как бы все посмотрела, честно сказать. Веди-ка. Я уже не хочу ноги ходить марать. Ну, дом вот этот вот красный. Понятно. Ага, пошлите. Мужик, как? А то дороги будут сделаны, или как? Вот улица вот там. Место классное, да. Уминка классное. Глазок хороший, да. Вот участок, вот смотрите, он вот так вот, как бы немножко к минам вот в ту сторону отходит. Узкой частью к дороге. А как эта техника подъезжает, чтобы строить с той страны? Ну, вот дорога, вот она. А, вот она, дорога. Да, и тут вот сосед строит. Вот у него гора. Листа красивые, да. А эти леса не будут вырубаться в леса для постройки другого коттеджного поселка? А эти леса вот с другой стороны Москвари. Нет, там не идите. И тут вообще, в принципе, все уже как природоохранный дом. Это здесь прирезали вот к там поселку Поречи. Что, вот так проходил? Да, да. Вот сейчас я могу вперед. А вот по лесенке туда. Вот видите, вот тут этим щитом приложен Анна. Это вот центральный вход. Вот с улицкой. Каким щитом? Ну, вот, вот видите, вот. Труба что-то? Ну, вот труба и щит там. А, ну. Это центральный вход. А, в смысле, вход со двора. Да, да. Ага. Это гараж, да? Нет, это дом. Нет, вот это часть гаража. Или нет? Нет, это все дом. А это дом? А. А сколько он? 125 квадратных, да? Он по документам 176, вот его кадастровый номер. А, 176. А площадь 12 участков. Я могу плюсов дать. В Росреестре может найти. Я пока как бы... Прямо час нет, но... Ну, тут, как бы, патио. Такое. Вот тут еще, значит. Ну, вот, можем, вот, раз зайти. Значит, короче, окна есть, крыша, что там, она плоская, крыша должна быть, да? Крыша, да, плоская. Да. Вот, вообще, здесь, что требуется, отопления здесь нет, да, пока еще? Да, ничего, вот. Газа тоже нет. Ну, вот он скажет, по улице есть газ. По улице, угу. А септик там или что там, канализация? Канализация централизованная. А, есть, да? Да. А водоснабжение тоже? Вода тоже, кстати. Да, дел, конечно, здесь еще много стоит. Да. А сколько комнат? Приколагается. Вот там, там, наверху, по-моему, там еще три. Короче, вот здесь кухня-гостиная, да? Да. А это? Ну, вот тут вход. А вот откуда шел центральный вход? Центральный вход, мам. Ну, тут вот, Ань, санузел, вот здесь вот какие-то гардеробные или не знаю. Угу. Ясно. Что-то тут уже залозил какой-то длинной ширины он. Ну, большой. Не знаю, может, котельная какая-то, да? Да, наверное. Да. Вот там дверь на балкон. Там балкон и вход на крышу оттуда. Можно подняться, да? Ну, вот, да, аккуратно. Отсутствует две ступеньки. Я поднялась. Вот, смотри, как сейчас штуки вот в этой рукой не скатить случайно. А, все хорошо. Хорошо. Ну, могу, я не знаю, если там подволь-подволь. Подволь-подволь. Подволь. Или давайте я денисю. Ну-ка. Ну, медленно, аккуратно. Ну, медленно, да. Да, ну, спокойно. Понятно. Понятно. Когда упадет, то будет жестко. Да. Виды там хорошие. Да, вид хорошие. Получается, я вижу, как бы, одна большая спальня, маленькая комната, наверное, тоже санузел, да? Получается, три комнаты. Ну, это же навес такая. Это же мало. Три, да. Да, вид. Вид хороший, да, отсюда открывается. Ну, многие вот из Подмосковья в Венигород переезжают. Такое место интеллигентное. Сейчас я спущусь, а по это, садике, школы, далеко отсюда? Сейчас я секунду спущусь. Сады, школы всякие разные. А сколько ехать? Да ехать тут пять минут в Венигорода. Да? Да. И садик Старожевский монастырь, именно хорошо, что это исторический год, он такой весь аккуратный, как подкурорт. Ремонт, все так, что он с плиткой выложен, приятно. Сейчас, секунду я спущусь, сейчас я уже тут все посмотрела. Что вложить надо, победительно? Чтобы довести его до ума. Еще столько же? А за сколько он сейчас рекламирует? По-моему, 13. 13. Ну, миллионов 7, это минимум. Ну, да. А крыша сделана, просто, как бы, написано, там же, плоская крыша. Плоская крыша. Но она, как, обитаема будет? То есть она... По идее, да. Мы можем, когда будем выезжать, посмотреть такой проект, там есть построенные дома. Я не был, когда здесь построены. Крыша, кстати, да, эксплуатируемая, они специально так сделали, чтобы там барбекю делать. Там можно выход на крышу, да, есть? Там есть выход, более того, они так сделают, чтобы там можно было, ну, беседку ставить, там барбекю всякие, все дела. Вот будем по главной улице. А вот забор, он, как видите, вот оттуда. Кто не может такого выйти? Километр целый. 12-100. Ну, вот до первого фонаря, да, я так понимаю? Да, там уже улица, думаю, какая-нибудь. Ну, наверное, да. Вот тут еще такой вот. А, он немножко этот, да? Да, ну, фонарь, фонарь, фонарь. Вот от этого фонаря до того фонаря, наверное. Примерно, да. А вот мы ехали по такой дорожке, тоже она такая, из плит состоящая, она такая останется? Я не могу сказать, я же не управляющая компания. Мы все ждем, мы все ждем, мы все жители ждем, чтобы будет нормальная дорога. Может быть, обсуждается вопрос в том, чтобы сменить управляющую компанию, уже самим это в руки взять. Ну, я не знаю сам, когда это будет сделано. Когда это будет, да? Ясно. Славненько, конечно. Короче... Не, ну не как в Германии, да. Тернализация... Здесь хотя бы ты можешь какой хочешь фасад сделать. Вообще ты можешь хоть что-то. Согласоваться. Там можно спросить у соседей, можно я сегодня мясо пожарю. Можно ко мне сегодня гости придут? Да, да. Можно мы русскую музыку послушать? Скоро будет, можно я с женой уединюсь? Нет, там уже нет. А уже с мужем? Да. Во времена короны тоже нельзя было? Да, именно так. Там же уже даже педофилия, это не нарушение, а как бы одно из разновидностей. Норма, да? Да, говорят норму. И вот как он будет. Сейчас. У вас про канализацию был вопрос. Канализация, газ... Вода, канализация, газ до участка доведены. Только сюда нужно завести. Это отдельно стоит денег, да? Завести? Ну да, но там это немного прокопать трубы. А, ну в смысле, она должна быть оплачена, что там как-то отдельно газ, что она заходит уже к подключению к трубе? Смотрите, вот, да, вот это вы правильно сказали. Газ уже здесь есть, но чтобы разрешил поселок подключить газ, врезаться в трубу, нужно будет заплатить денег, а не поставить тариф. А сколько это стоит? Сейчас это стоит 300 тысяч рублей. Угу, я так и думал, что 300 тысяч рублей стоит. Ясно. Так, что еще? Канализация и... А газ и воду просто вам нужно потратить деньги на... прокопать. За подключение деньги не надо платить. Угу, ясно. Газ и воду. Что там сейчас? Свет? Свет что есть? Электричество. Электричество есть. Единственный момент... Вот это прям сейчас не подвели, не включили электричество, который... Который счетчик, щиток прямо здесь, в ближайшем стоит. Вот, поэтому пока решение это времянка прокидывается, но там в ближайшее время они решат завести электричество в щиток, уже к щитку после часа. Ясно. Скажем так, 80% живут, да. А до Звенигорода тут не так далеко? Пять минут. И эти школы, детские сады, все там. Там есть, там обалденные, там есть... Я там, я жил некоторое время в Звенигороде, и там у меня подруга, у нее дети. Там есть такой очень классная инфраструктура для детей. Во-первых, все так, ну, концентрированное. Пожайте себе участвовать. Понятное дело, школы и целые эти... Как это называется? Ну, узнаете, там «Жираф» называется, прикольное место для детей. Ну, типа развлекательный центр, развивающего центра. Да, да, центр для детей, да, «Жираф» называется, где можно детей оставлять, и кружки всякие там разные. Тут много всего. Вот если ехать дальше по Ацкаду, первый поворот на светофоре направо, там 3 километра липкие. Там уже вообще какая-то крутейшая гимназия. А самое главное... Ну, она этого и стоит. Вы были, да, если вы там... Павловская гимназия, что ли? Нет. Это первая гимназия, кстати, посмотрите. А вы там были в монастыре, здесь тоже знаменитый? Саввиновская гимназия. Нет. Вот если, раз вы уж приехали, неважно, покупать, сидите сегодня в Саввиновская гимназия. Да, не замучились, наверное. Это со всей России сюда ездят его смотреть, да. Он очень древний, там, с 14 века. Да. Очень классный. Сейчас еще один, хотим в один посмотреть объект, поэтому нельзя успеем, не успеем. Вот, был, был. Нет, ну, Звенигород классное место. У московных городов лучше. Да, это считается вообще... И транспортная доступность прекрасная. Он с советских времен считался курортное такое место, потому что здесь несколько санаторий. Ну, вы сами видите воздух. И Пушкин тут был, вот, Захаров. Да, воздух, мы сразу обратили внимание. Да, воздух и смотрите, да, вот это вот... Я когда выбирал, мне что понравилось, что понравилось, вот этот поселок, века вот так вот огибает. И сколько вот здесь хватит. А рекам, к рекам есть выход? Да, пляж, здесь даже пляж есть. Два пляжа здесь есть. Один уже организован пляж. Там вот один пляж, там проход. Ясно. И Москва-река это, да. Да, лес красивый. Дороги некрасивые. Ну, это да. Слушай, ничего не поделаешь. Пока. Ну, они будут делать хоть или нет, так они собрать, их оставить? Я не могу... У меня ощущение, что будут, но я не могу этого сказать, потому что вы его скажете, как ты обещала. Да, на ощущениях далеко не уедешь. Скажите, а вы эту дверь, вы как заходили? Мы от чего заходили? Ну, она открыта все время, Денис, она не закрывается. Отсюда, да. Это по-американски доме такой. Да, администрации. Вот это хорошо, да. Пожилые я собираю здесь. Ну, на самом деле, если вот этой дорогой пользуется, там чуть присыпать, и она будет приличная. Вот здесь когда их сделать, непонятно. Если там стоять машина, там нормально. Да. Так. Да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы тогда будем выезжать, можем там притормозить, вы увидите, там будет ответвление и как раз вот такие проекты отстроенные. Ясно, спасибо, посмотрели. Да, воздух хороший, дышать легко. Деревня Зеленкова, да, называется? Да, да, да. Это домик, да? Нет, нет. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я могу попросить, но я не знаю, у вас, какая сумма, допустим, в первоначалку, от этого можно смотреть, сколько... 50% можно будет. Я думаю, что по цене еще можно будет поговорить. Не поговорят руководители по цене, это конечная цена. Что, вообще никак? Вообще никак. Не на скольчко? Не на скольчко, они его уменьшили на 200 тысяч. Вот эти дома были по 7,445. А сейчас тут так и стоит. А это сколько? 7,245? За 7, то есть мы не договоримся? Нет, не договорятся эти настройщики. Хорошо. 7,245, да? Да, да, да. Конечная цена. Ниже не опустится. Будет еще газовая... Котел обязательно. Котел, ванная вся. Да, да. Я чувствую, что ванная вся. И батареи под каждым. Ну, поставят саму ванную, что ли? Да, саму ванную, унитаз, раковину. Это поставимое. Эконом, совсем страшный эконом. Ну, эконом, но чистенький, по крайней мере, первое время пользоваться можно. Да, хорошо. Да, а там оно как бы... 7,245, да? Да. Парень, не узнайте, пожалуйста. Ален, справа вы куку поздно. Да, да, да. Ну, в общем, 3,5, если что, первоначалка есть у вас, правильно? Угу. Я сейчас прям запрошу. Пока буду ехать, они не пересчитают. Ну, прям сейчас ты можешь... Так, как нам нужно что-то делать через дерево? Просто критерии подбора. Какие? Вам что надо, чтобы понимать? У нас, допустим, в Исакове есть дом, но он, правда, дороже. Он ближе к Москве, наверное. Он ближе к Москве. На сколько ближе? 8,645. А на сколько ближе? На сколько там красивее? Нет, здесь красивее. Там просто в плане удобнее выезд на Новую Ригу, через Павловскую Слободу. Удобное как раз попадание в Нахабино к электричке. Угу. А, тем более, что дети могут добираться. Ну, скиньте его тоже, Олеся, скиньте. Давайте, я сброшу его. Мы тогда его посмотрим, там, завтра, например. Вы знаете, как? Сегодня уже не получится. Смотрите, они все дома типовые. Ну, место надо смотреть. Вы скиньте на Малакарск. Я скину, вы можете прямо сейчас даже туда подъехать. Нет, время уже, у нас детей забирать надо. Нет, смотря в каком направлении вы движетесь. Если в сторону Красногорска, то он у вас по дороге. Мы не знаем, мы едем в сторону, сейчас видно. Вы виды через Красногорск, да? Да, да. Я его сейчас сброшу. Да. И заверните, потому что это недолго. Угу. Вот, у нас там три дома проданы, и вот четвертый, как бы, да, тоже остался у нас дома. Прикольно. Здесь в плане вот себя, грубо говоря, оно тихо. Угу. Но тут надо понимать еще, это самое, чтобы детям было удобно, правильно, раз вы говорите, школу нужно? Ну, да. Тут только возить, вы проезжали школу, это в рождественную. Угу. Или церковно-приходская, или государственная. Угу. Они, и та, и вторая, у дороги стоят. Угу. Скинула я вам локацию, прям пальчиком нажмете, и вам откроется. Хорошо. Да, это еще ближе к мастеру. Вам сейчас цену сразу напишу. Да, и на этот он, наверное, не забыл. Так, сейчас пока напишу. Хороший домик. А, арина, с вами лучше, я запрещу. Хороший домик. Не-не-не, к забору, к забору. А как к забору? Куда? Ага, все, поняла. Смотри, это все будто не поваляет. Так, ладно, выключаю. Смотри, это все будто не поваляет. 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 Смотри, это все будто не поваляет.